Теперь и можно все. Эти ребята совсем недавно отметили заветные 18. Начало взрослой жизни, мира новых возможностей и ответственности. Весна идет весне дорога. Вечеринку с говорящим названием для тех, кто недавно отпраздновал совершеннолетие, устроили в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Дорогие ребята, уже солнце светит по-особому и снег тает, потому что началась весна. А молодость, она как весна, потому что когда вы молодые, у вас в душе все расцветает. Впереди так много всего. Вы эту жизнь познаете и от вас зависит, какая будет в будущем наша страна. Мы сегодня постарались вместе сделать тот самый праздник, который, мне кажется, для вас нужен в эти первые весенние дни. Сегодня здесь действительно много молодежи. Ребята поют, танцуют, знакомятся с новыми друзьями и не только. Одним словом, весна идет весне дорогу. Самое подходящее название для развлекательного вечера прошедшего войска Подмосковья. Так у молодежи выдались насыщенные выходные. Четыре дня уикенда завершились шумной вечеринкой. На протяжении трех часов в зале УСК можно было увидеть зажигательное выступление музыкальной группы, принять участие в увлекательных конкурсах и, конечно, получить призы. Конечно, сюда приходит много молодежи и есть с кем пообщаться. Прекрасная музыка и можно выходные не сидеть дома, а прийти на такие прекрасные мероприятия. Хотелось бы, чтобы их было побольше. Мы сейчас пришли к конкуренции и арифметикой. Вот они, смельчаки! Смельчакам у нас здесь дорогу! Да, просто мне понравилось, что им совершенно плевать на общественное мнение. Приглашения в кино, билеты на сеансы в Ледовый дворец и в театр доставались ребятам отнюдь не просто так. Смельчакам предстояло победить в тематическом конкурсе, набрать больше всех голосов. Все же 18 – это не только новые возможности, но и новые обязанности. Так, в марте ребятам предстоит впервые принять участие в голосовании за президента нашей страны. Ну а в этот вечер можно было проявить гражданскую инициативу в игровой форме. Конечно, это лишь игра, а вот 18 марта ребятам предстоит впервые исполнить свой гражданский долг. Впрочем, для многих вопрос, идти ли на выборы, не стоит. Мы уже, безусловно, все взрослые люди, и мы вправе выбирать будущее для своей страны. Поэтому очень важно пойти на выборы и выбрать того президента, который, по нашему мнению, приведет нас к желанию. Я считаю то, что на выборы нужно идти, потому что будет решаться судьба моей страны, где я живу, и как бы это необходимо. Мне важно, кто на пост станет, от кого зависит наше будущее. От этого зависит будущее нашего страны. Мы молодое поколение, от нас все это зависит. Всем нужно явиться, мы с тобой. Вот такое и оно начало взрослой жизни. Больше свободы, но и ответственность также немалая. Впрочем, главное понимать, каким ты хочешь видеть свое будущее. Александра Гранич, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...